У нас много жителей, много молодежи, дети, и вопросов очень-очень много. За это время, за 6 лет, у нас не создавалось ни рабочих мест. Ну и, в общем, вопросов очень много. Мы бы хотели, чтобы вы в октябре нас и посетили. Ну давайте во второй половине октября приедем. Спасибо большое. В сентябре во время рабочей поездки в Новоклинский район главе региона Алексея Русских обратились жители села Новочеремшанск. В населенном пункте накопилось немало проблем с рабочими местами, поликлиникой и медициной. В селе проживают 2000 человек, однако молодежь все чаще покидают малую родину. Сказано, сделано. В Новочеремшанске губернатор посетил несколько соцобъектов и пообщался с местными. Офис врача общей практики ремонтировали пару лет назад. В этом году здание переведут на индивидуальное газовое отопление. Главная проблема – отсутствие врача общей практики. На данный момент два раза в неделю в село приезжает терапевт и педиатр из Новомолыклы. Вакансия выставлена. Мы готовы предоставить квартиру. Здесь однокомнатная квартира, благоустроенная. Но, к сожалению, на протяжении уже года с лишним не можем подыскать. В поиске специалиста пообещали помочь в областном Минздраве. Тем более, что по программе «Земский доктор» специалист может получить полтора миллиона рублей на покупку жилья. Также районная администрация готова компенсировать часть затрат. Кроме этого, Минздраву и руководству районной больницы поручено провести ревизию запасов лекарств и расходных материалов, так как жители и медики жалуются на их нехватку. Если нас вдруг госпитализируют, неважно в какое отделение, мы должны купить шприцы, систему, физраствор. Я не говорю про лекарства, которые назначает врач. Почему так происходит? Много вопросов у жителей и к Дому культуры. Кровлю в здании ремонтировали в 2015-м, но крыша уже прохудилась. В 2019-м меняли окна и систему отопления. Там течет крыша, которую делали несколько лет назад. Течет, заделывали, все равно течет. При первом же снеге. Детей после школы там чистенько, аккуратненько я привожу сюда. Глава региона поручил ускорить ремонт ДК, а также заняться благоустройством прилегающей территории. Обсудили и социально-экономическое развитие поселения. В Советском Союзе здесь работал филиал Димитровградского автоагрегатного завода. Но сейчас производственные площадки разобраны предыдущими собственниками. Люди вынуждены уезжать на заработки в крупные города. Условия, среда обитания, они не способствуют тому, чтобы здесь селение увеличилось, но способствует тому, чтобы оно умирало. Нам необходимо срочным образом принимать какие-то кардинальные решения для того, чтобы ситуацию исправлять. Привлечением инвесторов занимаются в корпорации развития. Ориентир на малый и средний бизнес. Один из претендентов – это Волжская мебельная мануфактура, которая занимается производством садовой мебели. У них есть возможность поставки оборудования в небольшие населенные пункты, в районные центры. В частности, Новочеремшанский они тоже рассматривали, смотрели. То есть они готовы здесь создать производство, порядка под 40 человек, привезти сюда оборудование и запустить. Также сейчас прорабатывается вопрос с местными сельхозтоваропроизводителями об открытии перерабатывающего производства.